Бег на разные дистанции, прыжки в высоту и толкание ядра. Сегодня в этих дисциплинах соревнуются совсем юные спортсмены. Традиционное соревнование под названием «Рождественские старты» проходит в ФОКе каждый год. А вот география привыкших атлетов расширяется. В этом году за победу борются ребята из Владимирской области, Иваново, Шуй и даже столицы. Это традиционные соревнования, такие в конце года, предновогодние дни, они уже проводятся много лет. Больше 25 раз проводились. Проводились раньше в спортивном клубе армии, у нас больше не было других помещений. В настоящее время проводятся у нас в ФОКе. Традиционно это у нас младший школьный возраст участвует в этих соревнованиях. То есть есть своя традиция, есть свои рекордсмены. Перед Новым годом традиционно награждают лучших. Некоторым атлетам присвоили звание кандидатов в мастера спорта и первого взрослого разряда. Здесь же подвели результаты и всероссийского конкурса «Тысяча талантов». Он был создан Федерацией легкой атлетики для поддержки лучших молодых спортсменов. Из 33 региона выбрали 10 человек. Среди них и воспитанница с дюшер номер 4 города Владимира Валерия Тарасова. Я об этом конкурсе узнала недавно. Поэтому как-то выиграть, конечно, достойно для меня. То, что я к чему-то стремилась и это привело к тому, что я в чем-то выиграла не только в соревнованиях, а только в таком российском конкурсе «Тысяча талантов». Для меня это, ну, я не знаю, какой-то высший уровень уже. Лера пришла в легкую атлетику полтора года назад. Показывает отличные результаты. При этом, несмотря на тяжелые ежедневные тренировки, девушка хочет связать свое будущее с любимым видом спорта. За достижение благодарит опытнейшего наставника. Тренирует юную спортсменку легенда Владимирской легкой атлетики Алексей Волгин. Помимо Валерия, еще двое его учеников сегодня стали призерами всероссийского конкурса. Трое, кто получили, они у меня, два парня, они призеры шиповки юных. Они заняли два года назад первое место, в том году второе и второе место. То есть это по всей России шиповки юных. А девочка тоже очень сильная. Вот она, мы недавно ездили на, где-то, наверное, дней 5-6 назад в Москву. Она там заняла первое место и установила рекорд этих соревнований. Для большинства спортсменов эти соревнования последние в этом году. Ребята выкладываются на полную. Все участники стартов один голос заявляют, что легкая атлетика для них – то, с чем они мечтают связать свою жизнь. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал.